Педагогичная, сервисная, будовольная и даже медицинская. В Минской области протягивается прационный семестр студотрадов. Все лета 5000 наученцев школ, средних высшейших научных установ уже удалось у меня с силой приемной с корыстным. Кроме романтики студотрадов, молодые люди отримывают и практичные навыки, и, что немаловажно, махчимость заработать. За працы доброхватных молодежных бригад поназирала Наталья Кузьминская. Площа одного из самых знаковых для краины будовнейших проектов Белорусско-Китайского индустриального парка «Великий камень» коля 80 квадратных километров. Над створением промысловых и жилых зон, делового квартала, працуют тысячи человек. На великой будовле селета долучились и студентские отрады. Невеликий студотрад на чале с командиром Яугеном Грунтовым працует с Липенью. Выключено хлопцы, бо работа, зрозумела, не с легких. Пероважно бетонные работы и вязка арматуры. На будовниче пляцулся бездакорная дисциплина. Не глядяши на короткотерминовый контракт, кожны со студентской бригадой отчувая отказные за свою работу. По-перше, как не подвести товарищу, по-другое, как за якостную работу отримать ей отповедный заробок. Я учусь на платном, поэтому для меня это возможность немного подзаработать, помочь родителям и самостоятельно оплатить себе следующий семестр обучения. Для большинства молодых людей это уже не первый опыт удела в будовнести великих объектов. Летость студотрады допомогали у реконструкции шматрихих социально-знаковых установ. Студенты Национального технического университета навыд отримали подяку от губернатора в области. На сегодняшний день штабом трудовых дел сформировано 134 отряда в количестве более 2000 человек. В этом году мы традиционно формируем строительные отряды. Из значимых объектов это вторая кольцевая автомобильная дорога Круга, города Минска, реконструкция стадиона «Динамо», парк индустриальной технологии «Великий камень», строительство коллекторной станции в Боровлянах. Студотрадовский рух с каждым годом объеднуло все больше молодых людей. Поширается и колькость профилев, пояких улетку просовладковывают студентов. В этом году появились новые профили отрядов. Это производственные отряды и медицинские. В Минской области уже функционируют медицинские отряды в городе Жодино в учреждениях здравоохранения, но и производственные отряды, например, по пошиву одежды на фабрике «Элис» в Тижинском районе. Романтуку Студотраду в Минской области все лето очуют коля 10 тысяч юнаков и девчат. Знайсти новых сябров, отримать навыки у той и иншей профессии и в уголе провести час с корыстю, такой махчимостью молодые люди смогут скорыстаться еще на протягу двух месяцев. Наталья Кузьминская, Анатолий Долотовский, агентство Телиновин.